Следующая встреча Творческой лаборатории «Северное сияние» при библиотеке имени Каролина. Сегодня у нас Международный день дружбы. Это ООН так назвала сегодняшний день, 30 июля. И в этот день мы решили провести встречу, которая будет называться «От улыбки станет всем теплее». И на эту встречу к нам сегодня у нас сегодня в гостях два замечательных поэта-юмориста и сатирика, члены клуба юмора и сатиры города Москвы «Чертова дюжина». Правильно говорю? Это и давно, и давно, но все равно. Они все как были юмористами и сатириками, так и с юмористами и сатириками и остались. И первым у нас будет выступать Георгий Тарасевич. Человек очень серьезный. И слушать, как он юморит, очень интересно. Он у нас член Союза профессиональных писателей России. Вот как он себя назвал. Да? Ужас. Сам удивляется. Назвал и сам удивляется. Итак, сначала у нас Георгий Тарасевич. Серьезный, присерьезный. АПЛОДИСМЕНТЫ Я начинаю традиционно. Сегодня праздник. Не пытайтесь ворошить память, подскажу. Праздник заключается в том, что мы с вами собрались на этом уютном стадионе. Ну а поскольку праздник, начать надо с чего-то праздничного. У меня есть такое стихотворение, которое подходит буквально под любой праздник. Даже под День Дружбы, как это называется. Называется «Бесшабашный праздничный песняк». Рванул-ка я струны трехрядной гармошки. Что струн на ней нет, и без вас мне понятно. Но песен спою вам сегодня немножко. И мне развлечение, и людям приятно. С лучистой улыбкой от уха до уха. Не съехала, чтобы пришиты завязки. Я буду вам петь. И племать, что нет слуха, а голос напомнит телеву без смазки. Сюита на базе блатного мотива. Белькантом вовне из души моей рвется. Ее пропою я легко и красиво, как цепи гремят в деревенских колодцах. Ударю по клавишам я на гитаре. Нет клавиш, подумаешь. Тоже мне горе. Тогда я еще почему-то ударю, а может, поскольку, ей-богу, кто б спорил. Когда же я выйду на бис, на поклоны? Уверен, меня не отпустите сразу. Тогда я такие сдам обертоны, какие не снились бочку унитаза. Весь день я здесь буду с улыбкой дебильные вокалы вопеть в исполнительском раже. Вы спросите, как до сих пор не побили. А праздник сегодня. Мне хрен кто что скажет. Вот, на афише написано, что то, что я делаю, это сатира. Ну, не знаю, на одном мероприятии меня объявили, как куртуазного манериста. Ну, видимо, что-то организаторы находят во мне этакое. Ну, это как говорится. Говорят на лесбосе правила железные. Отрицать, что лесбиянка – дело бесполезное. Вот, поэтому, ну, сатира, значит, сатира. Просили гости Азнавура нарисовать карикатуры. Увы, ни с чем они ушли. Ведь он же Шарль, а не Шарли. Говорил Шопенов Мендельсон после бурной ночи с секретаршей. Кто какой в виду имеет сон, о таком потом и пишет марши. Ну, поскольку я ни Шопен, ни Мендельсон, ни траурного марша, ни свадебного здесь не будет. Будет просто наш марш. При желании можно петь на мотив «Катюша» или там «Широка страна мэтак». Вышли в поле все мы из народа, дружно шаг печатая. Ай, тварь! У природы нет плохой погоды. Во дворе прекрасная трава. Поутру, откинув одеяло, постигаем мы явлений суть. Как березка в опале стояла, как родилась елочка в лесу. Мы выходим на берег с «Катюшей», эх, страна родная широка. Чем-то околачиваем груши, тем же разгоняем облака. Мы несемся, пуль шальных шальнее, обрывая с кленов листьев медь. И никто на свете не умеет лучше нас чего-то не уметь. По колено каждому второму поперек широкая страна. А всему виной трава у дома. Вот бы жили, если бы не она. Все-таки будут подглядывать, потому что я последовательность того, что я тут новописывал, не помню. Хотя меня и не спросили, хочу я, чтобы любой условий мы по отдельности бессильны. А вместе мы бессильнее вдвое. Может, я тупой, рожденный ползать. Только у меня возник вопрос. Если кто-нибудь приносит пользу, раньше кто-нибудь ее унес? Чтоб повысить знание свое, задавал вопрос неоднократно. А всегда тому, кто снял жилье, надо надевать его обратно. В нашей жизни хрен рефреном. Часто в жаркий летний день заползаем в тень от хрена. Хрена хороша от хрена тень. Зазря не надо быть героем. Жизнь хороша, жизнь впереди. Когда ты что-нибудь построил, Не стой, глазея, отойди. Голь, она на выданке хитра. Нет препятствий для смекалки нашей. Кашу варим мы из топора. На повестке дня топор из каши. Существует истина такая. Кто не знает, тем пора усечь. Ежели тебя всегда толкают, Ты тогда всего скорее речь. Так ведется уж который век. В манускрипте вычтили старым. Ной не взял носки на свой ковчег. Тварь и не сумел найти он пару. Нет у нас совершенно ни хрена. Вечно то понос, то золотуха. Вот из мухи сделали слона. Слон и смех и грех. Размером с муху. Мы хотим не так. Хотим иначе. Но альтернативы нет пока. Факту, что дороги строят, прачки. Вечно как стиральная доска. Вот мы свой ругаем автопром. Хвалим технологии соседей. Между прочим, с гайками ведро у буржуев даже не поедет. Мало автомобилистов. Но проблема с качеством не только у нас. Коль качество блюсти не шибко строго, оно и будет плинтуса пониже. Китайцев почему настолько много? Презервативы делают, а ниже. Мы уже высот достигли многих. А на перспективу план таков. Вот построим платные дороги, Сталин делается платных дураков. Дураки везде беда, как правило. Но у нас-то две беды в итоге. Помолиться дураков заставили. Кто ж просил молиться об дороге? У нас ведь как заведено? Любой вопрос, любой ответ. Чтоб пить, причин всегда полно. А чтоб не пить, причины нет. Проводил опрос я по стране. Сообщу итоговый короткий. Истины не найдены в вине. Люди не сдаются, ищут водки. Всякий, с нами пьющий наравне, Даже если вовсе никакой, Видит сходство истины в вине, С ранее утопленной тоской. Вчера, ненастной темной ночью, Мой ум особенно был светел. Смекнул. Меня же пиво хочет. Так честно взаимностью ответил. Пряча под надвинутую кепкою Взгляд свой не вполне благообразный. Пиво признавал он только крепкое. Прочее разваливалось сразу. Себя с утра, не чувствуя бойцом, Подумаешь, а вот бы было клево Похмелье с человеческим лицом. Я почему-то вспомнишь Горбачева. Эх, кто сейчас бы влаги дал живительной? Но никого нет рядом, как назло. Прах был Эйнштейн. Все в мире относительно. Земля лежит на мне. Мне тяжело. Забыв, где он и кто такой, Забыв про сон и кучу дел, Но рюмки ищет день деньской. Запой, дружок. И он запел. Купить я не буду, не надеясь. Продолжая тему пьянства, алкоголизма и самогона варенья, Вот тут Лена спрашивала, есть ли у меня серьезные стихи. Ну, вот этот, наверное, можно с натяжкой считать серьезным. Написан он с подачи почетного члена Союза писателей Армении Сергея Булычева. И посвящается почетному армянину Никите Цветкову. К сожалению, вот в начале этого года ушедшему. Называется в переводе на русский. Это было в уютном кафе. За окном разгорался закат. Наш герой был слегка под шофе. В переводе на русский – под гад. На закат, мутный взгляд обратив сквозь покрытое пылью стекло, Он потягивал апперитив. В переводе на русский – бухло. Он смотрел на закат за окном, Весил о власти безрадостных дум. Завтра ждет абстинентный синдром. В переводе на русский – баду. Ну и продолжая, значит, тему, Которую я как-то скатился, Значит, есть у меня такой персонаж, Национальный герой Иван Сусанин. От лица которого написана аж целая книга. Туда включены правдивые истории, Им рассказаны за период от нашествия Баты До операции Воздушно-космических сил в Сирии. Все они рассказаны от первого лица Непосредственно участникам событий. Вот одну из этих историй я сейчас покажу. Дэнт, я надену шапку. Значит, историческая справка. Ходят упорные слухи, Что великий русский химик Дмитрий Иванович Менделеев В минуту душевной скорби Занимался изготовлением чемодана. Так это или не так, история умолчивает. Известно только, что саму технологию картонажа А вот другой факт из биографии ученого Задокументирован. В 1894 году Царская правительственная комиссия С ним во главе Приняла стандарт русской водки Высшего качества. Ну вот, собственно, сейчас рассказ об этом Непосредственно участника событий Национального героя Иванова Сусанина. Называется «Сорокоградусный рецепт». Осенью тянулись бесконечно Серые безрадостные дни. Даже не хотел слезать и оспеечки, А пришлось. Сам царь мне позвонил. Слякать на Иване нынче осенью. Водки бы выпить. Только вот она, сколько Менделеева не просит, До сих пор не изобретена. Занят Менделеев чем-то странным, Почитай уже десяток лет, День и ночь там будет чемоданом. А рецепта не было и нет. И покуда с этим нет прогресса, Так и пьем паленое бухло. Чемодан не выпьешь, хоть ты треснешь, Да и закусить им тяжело. Потому-то сложная работа у тебя, голубчик, впереди. Ты не заводи его в болото, Ты его на дело заведи. Издавна, питая уважение к этому наученному, В тот же день пошел без возражения, Я в лабораторию к этому. В нос ударил стойкий запах клея. Вот токсикам она благодать. Где-то в глубине там Менделеев, Из-за чемоданов не видать. Здравствуй, говорю ему. Иванович, я к тебе от батюшки царя. Ты давай, бросай-ка чемоданы. Трубы у него давно горят. Он в ответ. Подумал бы немного. Ездишь часто сам на поездах. Коли собираешься в дорогу, Тут без чемодана никуда. Я в ответ. Мозгой об водке лучше. Что ты здесь устроил за вокзал? Сам как чемодан сидишь без ручки. Не с кем выпить. Так бы и сказал. Он мне. Так рецепт придуман, Ваня. Это я серьезно говорю. Только без натурных испытаний. Как продукт показывать царю? Коль пришел ты, Ваня, сделай милость. На себе испробуй мою рецепт. Ибо испытать, что получилось, сам боюсь. Других героев нет. Ясно, что бояться метанола поголовно все до одного. Мне нельзя. И как учились в школе, выпил и замехал руками. Менделеев мне похлопал стоя. Молвил, наливая по второй. Это дело, Ваня, непростое. Ну и в нем я вижу ты герой. Я ему в ответ. Себе налей-ка. Дальше не пойдет работать так. Он налил. Гляжу, а Менделеев, в смысле, выпить тоже не дурак. Выпив для разгона граммов тридцать, он, чтобы упорядочить питье, говорил, приснилась мне таблица. Надо б за основу взять ее. Ну, в общем, перешли мы постепенно на научный правильный подход. Пили за металлы, галогены, за неон, за фосфор, за азот. Как, прости, помилуй, тут не спится. Шансов никаких, по сути, нет. В периодической таблице надо пить за каждый элемент. Для людей, что с детства пить привыкли, вроде бы, задачка-то проста. Только здесь таится заковыка. Элементов этих больше ста. Потому пошло без церемоний. Элементы. Кто их разберет? Главное, налить и полонии. Наливай пополонное и вперед. После, верно, сотого стакана Я о деле, вспомнив, говорю. Но на пассажок еще, Иваныч, Э, пора продукт нести царю. По прямой и тюжем усилия. Разгоняя выдохами их мать, Без доклада мы к царю ввалились. Пьяным по колено даже царь. Ухмыляясь, глупые нетрезво крикнули, Срываясь на фальце. Государь, откушай, не побрезгуй, Ешь сорокоградусный рецепт. Можно и без морали тут короткой. Нет. Ведь как показывает жизнь, Ежели испытываешь водку, Вряд ли без героя обойтись. Сердце камень, взгляд неистов. Берегитесь, чушеписцы! Вам пародией сурово врежет Галя Димитрова! АПЛОДИСМЕНТЫ Галя Димитрова!